всем доброго времени суток с вами снова настя и сегодня как и обещала буду показывать крепление ручки подарочной корзине когда я занималась только плетением таких корзин то для меня было очень важно добиться не только крепости ручки а также ее экстерьерных данных и легкости в установке поэтому сегодня предлагаю вам посмотреть мой мастер-класс и не забывайте поставить лайк чтобы поддержать меня и мой канал всем спасибо для изготовления ручки нам понадобятся все те же материалы инструменты которыми мы пользуемся при плетении корзин и дополнительно проволока и кусачки да и для ее обрезания проволоку обязательно я использую стальную оцинкованную это вязальная проволока я ее покупала в строительном магазине энкор бывает также проволока да видите она возвращает свое положение и достаточно упругая бывает проволока очень мягкая она не подойдет также не подойдет леска для изготовления ручки не забывайте учитывать тот факт что проволока должна иметь диаметр меньше чем ваша спица и прежде чем продолжить я хочу остановиться на одном моменте подписчица писала в комментариях под прошлым моим видео просила показать как выглядит мое изделие с внутренней стороны алена показываю она просила показать именно тот момент да когда я делаю загибку то дополнительно подставляю трубочку наращиваю слева от обрезанных стоек и затем при загибке я завожу еще один хвостик в плетении так это выглядит с внешней стороны и вот таким образом они выглядят внутри конечно же последние ряды я всегда рекомендую проплетать более плотным узором чтобы именно эта подстановка выглядела как можно менее заметной аккуратно разматываю проволоку чтобы ее не погнуть ориентируясь по срочным двум трубочкам и делаю отрез именно проволоки чуть больше чем требуется чтобы проволока легко вставлялась наши трубочки и и конечно же нужно выпрямить для этого я в районе середины и и беру и выкладываю на 4 пальчика против линии сгиба видите она мне сгибается таким образом я в противоположную сторону сейчас буду ее аккуратно выпрямлять удерживаю и большим пальчиком начинаю выгибать в обратную сторону продвигаюсь ровно на уровень большого пальца и очень аккуратно выпрямляю очень важно чтобы не было никаких сильных загибов пускай она будет слегка у вас дугой это проволока но если будут загибы то сквозь трубочку она проходить будет очень очень тяжело и таким образом до конца ее распрямила перехватываюсь и делаю то же самое в обратную сторону конечно требуется какая-то но после нескольких раз у вас все должно получиться как нужно помогаю слегка ее распрямить выровнять чтобы она была практически ровно наша проволока и для чего я делала отрез с запасом когда проволока выпрямляется всегда вот эти вот концы они изогнутые и при попытке вставить ее в трубочку до начинает там застревать поэтому я эту часть немножко подрезаю с одной стороны и далее беру две трубочки одно подрезаю под уголком на во вторую выдавливаю капельку клея с это же манипуляция которая требуется для наращивания берем трубочку которая имеет срезанный конец с другой стороны где скрутка начинаем вставлять проволоку аккуратно вставляем если вдруг вы почувствовали что проволока где-то застревает то меняйте трубочку обязательно протаскиваем ее до того момента когда только показался небольшой хвостик заостряем и наращиваем трубочку между собой нарастили излишки клея убрали и теперь перехватываю фиксирую трубочку аккуратно и продолжаю протаскивать далее проволоку очень аккуратно если проволока выпрямлена правильно то все у вас получится когда с другой стороны показался конец проволоки то с одной стороны я ее ввожу до конца трубочки а излишек именно самой проволоки обрезаю и у меня должен получиться вот такой упругий прутик для изготовления моей ручки понадобится 16 таких теперь мне нужно на одной и противоположной стороне корзина найти центральные стойки вот я их пометила при помощи обрезков трубочек крепление ручки заключается следующим слева из справа от этой стойки центральной через несколько рядов плетения например через три или четыре я буду расширять пространство и вводить туда по 4 прутика с каждой стороны прутиков у меня всего 16 поэтому на каждую сторону потребуется ровно 8 штук сейчас я введу туда трубочки которые у меня без проволоки просто для наглядности так подрезать надо это будет выглядеть следующим образом до середины протолкнула выведу их наружу так согну с правой и с левой стороны затем я их зафиксирую то есть у меня получится две ручки с левой и с правой стороны корзины которые я в последующем буду соединять и так расширяем пространство с правой и с левой стороны от центральной стойки не забудьте утяжелить корзинку чтобы облегчить себе труд далее я беру по 4 прутика они находятся у меня в пакете очень важно чтобы они были не пересушены а трубочки оставались такими же влажными как и при плетении теперь 4 трубочки прутика своих с проволокой внутри я вставляю справа от стойки как и говорила довожу до середины там где у меня места наращивания довела и точно также с левой стороны аккуратненько еще очень важно во время данных манипуляций действий не согнуть никак их не погнуть чтобы они оставались прямыми снова место наращивания прячу в плетении и начинаю их загибать выводить наверх очень аккуратно это делаю так как проволока внутри сгибаются они очень туго но зато после сгиба четко фиксируется их можно отпускать так слева и справа загнула теперь эту трубочку палочку можно выкинуть убрать смотрите делаю в нахлёст их немножко с одной из другой стороны вот таким образом место где они скрещиваются сделайте комфортным не очень низким и не очень высоким далее мы будем закручивать оставь остатки длины выведенных трубочек а сейчас нам нужно внизу вот здесь их зафиксировать очень плотненько я обрезала трубочку под уголком ее заострила прокапала клеем и сейчас мне нужно ее нарастить где-нибудь между вот этими моими прутиками кстати я забыла вам сказать что корзинка моя вот это уже обработана лаком прогрунтована и высушена все подставляю очень важно чтобы она была уже крепкая так как фиксация ручки требует крепости стенок и самой корзинки соответственно подставила наращенную трубочку вывожу ее слегка на себя разворачиваю корзину и буду показывать что делать дальше чтобы она немножко схватилась я использую клей полимерный он контактный и быстро схватывает снова выставляю в нахлёст прутики аккуратно их фиксирую очень четко так и зафиксировала теперь вот эту трубочку которую я подставила подклеила ровно где у меня получается нахлёст идет до эти стык я ориентируясь по нему начинаю при помощи этой рабочей трубочки стойки прижимать друг другу очень плотно и фиксирую один виточек сделаю сейчас если у вас не получится нужная сильная фиксация при первом разе дата ничего страшного потом когда ручка уже будет сделано вся можно будет эту манипуляцию повторить и более плотно прижать их друг другу на вообще стараемся изначально сразу все делать правильно так это у меня уже другая сторона показываю на ней что делать получился хвостик его можно немножко сплющить и вывожу поверх виточка который образовался сквозь прутики вывожу на другую сторону перехватываюсь хорошо тщательно все подтягиваю подтянула так не туда вывела вниз вниз нужно чтобы он снизу хвостик этот появился не сверху здесь вывожу получается сверху по весь поверх виточка а вывожу снизу под виточками и очень хорошо подтягиваю смотрите тяните хорошо но сильно но не так чтобы трубочка порвалась я в принципе выводила на той стороне следующим образом вот здесь расширяла пространство потихоньку и вставляла сюда остаток трубочки при помощи палочки можно немножко отвести так хочется же мне сделать что все было красиво и быстренько так вот получилось и подтягиваю подтянула все теперь я подрезать этот хвостик буду следующим образом очень аккуратно чик подрезала зафиксировала свои прутики будущие ручки показываю что получилось со всех сторон так клей тут излишки вот зафиксировали здесь тоже самое здесь ручку как вы видите я уже завинтила скрутила и зафиксировала прищепками теперь показывать буду как это сделать на этой части начинаю их немножко немножко приподнимать смотрите они очень-очень упругие и здесь в принципе ничего страшного нет единственно немножко их сдвинуть нужно друг другу и при помощи рук и какой-то извините меня за это выражение какой-то матери божьей начинаю аккуратненько все эти прутики выкладывать заводить их друг друга друг за дружку делать витую ручку как объяснить вам еще по-другому я слов не нахожу чем здесь самое главное очень аккуратно аккуратно действовать не торопясь выкладывать все виточки друг за дружкой и не сминать трубочку все равно хоть она внутри получается уже не имеет никакой полости но можно ее загнуть проволоку тогда уже обратно не выпрямиться и придется делать новые прутики закручиваю мучаюсь и как могу вам показываю что я делаю так в тот момент когда я ее закручиваю начинаю потихоньку выгибать вот то место где у меня что-то получилось немножко прогибаю очень очень тугая ручка самый смысл именно ее закручивание до делать цветой образуется дополнительная прочность и вот я сейчас ее докручиваю и уже выгибаю немножко очень аккуратно конечно для первого раза я уверена будет очень сложновато это сделать но поверьте через пару-тройку раз будут получаться просто идеальные ручки очень прочные получились две части ручки которые мне сейчас нужно будет между собой зафиксировать и теперь самый страшный момент снимаю прищепки а я же забыла вам сказать что еще понадобится нам скотч а то как в том рецепте если у вас есть два яйца и ложка манки чем понадобится кусочек малярного скотча держу пока его в руках прищепочку снимаю и вот здесь у основания вместо прищепки фиксирую все малярным скотчем и очень аккуратно раньше я пыталась сделать это при помощи клея но поверьте мне со скотчем намного удобней вот с одной стороны зафиксировала и теперь то же самое буду делать с другой стороны так как у нас внутри трубочка вставлена проволока то ее можно согнуть видите в разные стороны расходятся у меня две части ручки я немножко начинаю их вдруг дружки выгибать держусь за основание ручки вот так и немножко под закручиваю и выгибаю и то же самое с другой стороны держу основание закручивать я сгибаю сгибаю немножко все он так и будет расходиться это уже не важно мне теперь ручки нужно друг с другом состыковать таким образом она видите толстая 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 потом на сужение и с другой стороны теперь мне нужно их выложить таким образом друг другу чтобы образовать одинаковую толщину по всей ручке и тоже при помощи малярного скотча зафиксировать их друг две части друг с другом здесь главное выловить тот момент когда толщина будет везде одинаковый зафиксировала и теперь уже при помощи опять же того же малярного скотча фиксирую чуть дальше где у меня концы выглядывают с проволокой чтобы они нигде не торчали далее без вас более аккуратно зафиксировала в малярным скотчем ручку и сейчас хочу продемонстрировать насколько она уже прочная там видите у меня гири камни вес 3 килограмма точно одним пальцем посередине поднимаю видите ручка уже очень очень прочная осталось лишь вот эту часть зафиксировать обмотать трубочками нашими если хотите можете выкрасить в тон изделия малярный скотч но я не очень рекомендую это делать по той причине что он просто может размокнуть и расклеится либо вам придется сделать это очень аккуратно и дождаться полного полного высыхания и приступаю последней стадии установки ручки оплетанию верхней части смотрите трубочки две рабочие беру наращиваю их между собой ну как обычно до срезая под уголком другую прокапываю клеем и местом сращивания снизу ровно по центру устанавливаю прижимаю пальчиком трубочки не сплющиваю рабочие начинаю обмотку середины в разные стороны почему середины чтобы все было у нас симметрично если начать обмотку с одного с одной части на другую то трубочки с большой вероятностью начнут делать витки в разных направлений это будет не очень хорошо смотреться делюсь личным опытом так сначала когда трубочка вкладывается плотно она сама по себе расплющивается и закрываются все зазоры между между витками так делаю делаю и точки до какого-то момента сейчас я зафиксирую все это опять при помощи своего малярного скотча любимого таким образом все зафиксировала с правой частью буду работать вправо выводить все очень аккуратно это делаем не тороплюсь наращивание также произвожу снизу ручки движим что уже трубочка заканчивается делаю прям там подгиб и срез под уголком место наращивания фиксирую плотно пальчиком и продолжаем работать с обмоткой один виток проложила все уже зафиксировалась подтягиваю если нужно и оплетаю обматываю точнее так здесь не хватит снова наращивание снова нарастила продолжая конечно и жаловаться не люблю на камеру крайне неудобно поэтому за качество работы уж извините мне сейчас главное показать вам принцип как что делать сейчас снова наращиваю и последний вот этой трубочкой надеюсь мне длины хватит хотя она вряд ли и точки начали съезжать самая-самая неприятная часть во всем плетение установки ручки вот эти витки вроде бы хватает все нет не хватит размотаю немножко три витка снова произведу наращивание на растила закрыла уже весь скотч слава тебе господи и теперь у меня осталось хвостик трубочки остался как можно закрыть вообще это все плетение до хвостик спрятать мне есть два варианта можно сделать это аккуратно опять снизу и легко нибудь части загнуть завести в плетение я же поступаю следующим образом последний крайний виток завязываю просто в узелок не видно было что я сделала фиксирую предпоследним и последний точнее фиксирую виток пальцами делаю еще один но не плотно прижимаю завожу трубочку делаю петельку как обычная веревочка как будто но ниточкой теперь вот это все поправляет управляю и вытягиваю мне нужно добиться чтобы этот виток он был очень плотным и зажатым так и равномерно в то же время эти вытягиваю тягиваю вытягивай если нужно его проталкиваю давайте разверну покажу что с той стороны чем я его вытягиваю он должен внизу у меня у ручки оказаться тяну 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 теперь с той стороны показываю вот как теперь беру ножницы поближе поднесу вам вот смотрите взяла ножницы и очень очень аккуратно вдоль плетения подрезаю палочкой помощницы своей все вот это плохое что образовалась прячу проталкиваю и виточком закрываю так так сделала все аккуратненько я показываю вам только свой вариант окончания если вы найдете свой способ более удобным каким-то ради бога пожалуйста я сегодня преследую немножко другие цели показать вам сам принцип да в чем он заключается но и ту же самую процедуру проделываю с другой стороны моя ручка полностью готова к эксплуатации несмотря на то что она еще совсем сырая я мед и трубочки уже может выдерживать большой вес классно что еще хочу сказать опережая ваши вопросы по поводу подстановочных трубочек на загибку ничего не вырвется здесь работает чистая физика верхний ряд захватывается с двумя нижними они друг на друга давят фиксирует никогда ничего никуда не денется проверено теперь второе если у вас стойки расположены не по центру а допустим вот две центральные то можно поступить вот таким образом здесь у меня трубочки более тонкие на более узкую полосу бумаги накручены и я использовала здесь 9 трубочек вы можете по-разному вдевать их в плетение принцип всегда один и тот же все очень прочно и на это мое видео подошло к концу спасибо всем большое за просмотр увидимся с вами совсем скоро до новых встреч пока пока